Надо сразу забирать, сразу национализировать. Да, микрофон, обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Рядом Николай Стариков, лидер движения «Патриоты Великого Октября». Отечество. Кстати говоря, я сегодня много оговариваюсь. Тут у меня и пишут, что... Я на самом деле пишущий человек, я не профессиональный ведущий. Вот Владимир Варсобин, просто можно меня лучше читать, чем слушать. Ну что ж, давайте немножко помучаемся. Сейчас переходим к другой теме. Мы переходим к Сенцову, к голодающему. Я напоминаю, что режиссер Сенцов – это украинский режиссер и патриот Украины, воинствующий, который, в общем-то, за это и попал в тюрьму. Не-не-не, вот теперь давай тебе правильно скажу. В Крыму его арестовали за подготовку террористических актов. Это вообще не так. Он приговорен судом за подготовку террористического акта. Я говорю про прелюдии. Какой патриот? Если вы считаете террористов патриотами, то, как говорится, я вас вынужден разочаровать. Террористы патриотами не являются, они являются убийцами. Вот у этого убийцы не получилось стать убийцей, потому что наши органы, компетентные, спасибо им большое, разоблачили в эту попытку террористического акта раньше. Немцы партизан тоже называли террористами, но они сражали за свою родину. Это сражался за Украину. Есть большая разница. Наши сражаются за Россию. Есть наши разведчики и чужие шпионы. Если кто-то хочет взорвать в России бомбу, это террорист и мерзавец. Поэтому вы определитесь, по какую сторону террористических баррикад вы находитесь. Я всегда сверху. Вот подождите. Я всегда на нейтральной полосе. Сверху – это эротический термин, а мы с вами говорим о терроризме. Поэтому если вы так можете двигаться в этом направлении, то вы смотрите, окажетесь по одну сторону террористических баррикад, запрещенной в России, на организации ИГИЛ. Она тоже очень хотела бы у нас что-то взорвать. Поэтому Олег Сенцов, человек, осужденный российским судом, по делу о подготовке террористического акта, а его пытаются выставить на Западе и на Украине, невинной жертвой кровавого режима, теперь вот он голодает. Напоминаю, что была еще одна невинная жертва кровавого режима, госпожа Савченко, которая тоже голодала. После чего уехала на Украину, там стала героиней, после чего ее на Украине посадили, и ее сегодняшняя голодовка на Украине вообще никому не интересна. Ни ведущему комсомольской правде, ни правозащитникам мировым, ни Соединенным Штатам Америки. Никому, кроме нескольких десятков человек, которые в Киеве вышли. Мы сейчас говорим, тема у нас как раз, Сенцов, который голодает 16 лет. Давайте говорить не о режиссере, а о террористе. Сидит террорист в тюрьме и голодает. Вот это правильно расставленные акценты. Теперь продолжаем. Голодает террорист в тюрьме. В чем вопрос? Ну, половина нашего, на самом деле, актерского, режиссерского и прочего корпуса не считает его террористом. Не половина, а две сотни человек. Я считаю, что в России все-таки и творческих, и интеллигентных людей значительно больше. Вот перед вами сидит сейчас тоже писатель, который считает, что это террорист. Хорошо, я просто о том, что они пишут письма, где просят его отпустить. Я говорю, что все-таки та точка зрения, которая есть у вас, она не разделяется максимальным большинством. Двумя сотнями людей, подписавших письмо. Есть другое мнение. Есть. Так, значит, товарищ сидящий, давайте нейтрально, да, некий Сенцов, режиссер. Почему нейтрально, когда есть решение суда? Потому что, когда есть два мнения. Нет-нет-нет, мнение одно. Суд сказал, это человек, который готовил террорист. Хорошо. Прорваться к фактуре. 16-й день человек голодает. Что с этим делать? Сейчас, значит, воют у нас западные правозащитники, и российские правозащитники воют. Он сейчас сидит на поддерживающей терапии, которую недавно он дал согласие. И бунтсмен Москалькова пообещала направить своего человека туда. То есть там идет такая большая, назовем так, движуха вокруг голодающего. Что это значит для репутации России? Что это значит для репутации нашей охранительной системы, имеем в виду системы содержания заключенных? И что с этим делать? Значит, первое, это ничего не значит для нашей репутации и для нашей системы наказаний. Теперь что с этим делать? Я бы предложил людей, обладающих большим опытом, поделиться с тем, у кого этого опыта меньше. То есть у нас, товарищ, госпожа Савченко сидела в одном из мест лишения свободы. В этом месте лишения свободы были доктора, руководители, которые знают, что делать в ситуации, когда человек проводит голодовку. Мы все-таки думаем, что, наверное, она голодала. Пусть они приедут в то место заключения, где находится террорист Сенцов и поделятся опытом с врачами, с руководством этого весьма невеселого заведения. Это будет лучший вклад, чтобы он не умер, чтобы с его здоровьем было все, так сказать, замечательно. Но я хотел бы обратить внимание на другое, что на Украине фактически захватили своего собственного гражданина Вышинского, который возглавлял РИА Новости на Украине. И теперь все делают для того, чтобы обменять на террориста Сенцова. Мне кажется, что это уже такое, ну, пиратство в высшей степени. Подожди, а какое-то пиратство, если он не является нашим, скажем так, человеком в Киеве, то мы, конечно, не обменяем, и все. А Вы считаете, что мы никак не должны реагировать на то, что человека, за то, что он осуществляет свою журналистскую деятельность? Вы тоже журналист, я прошу прощения, да? Тоже журналист? Вот такой же, какой коллега на Украине работает, выполняет свои журналистские функции, его арестовывают, обвиняют, что знает в чем, а потом предлагают обменивать. Это как? Это нормально? Нет, это не нормально. Но если мы обменяем, мы таким образом признаем то, что он действительно тот, в чем его обвиняет. Значит, мы сейчас с вами вообще не говорим о каких-то обменах. Я просто говорю о том, что Украина ведет себя абсолютно недопустимо как в ситуации с Савченко, так и в ситуации с Вышинским. И Западу, и всем этим правозащитникам, и, к сожалению, 200 наших творческих деятелей в очередной раз мы видим наплевать. Они беспокоятся только за тех, за кого беспокоится Вашингтон. А вот это меня, в свою очередь, беспокоит больше всего, что их моральные оценки зависят от того, на кого пальцем указывают в Госдепе США, а не от того, что происходит на самом деле. — 8 800 200 ровно 9702. Хотя наши слушатели пишут, почему меня должна волновать судьба Сенцова. Ну, голодает, и пусть помирает его выбор. — Скажу, почему нас не волновать должна судьба Сенцова, но для того, чтобы мы должны предпринять все меры, чтобы в наших тюрьмах никто не умирал. Потому что это будет использовано для очернения России. Вот и все. Он отбывает свое наказание, но при этом умирать с голода он не должен. — А если он парень решительный? Ну, значит, есть другие решительные парни, которые помешают ему сделать это. Ну, слушайте, практика насильственного кормления, она существует. — Ну, тут и пишут нас, слушатели, как там в США с подобными выродками делают. «Кормят насильно, что-то никто из правозащитников не возмущается», — пишет Алексей. — Предлагаю принять звонок наших уважаемых родослушателей. — Я надеюсь. 8800-200, ровно 9702, но у нас просто люди еще не перестроились с бензином. Мне кажется, вот Сенцов как-то вот их не особо в этом смысле цепляет. Ну, по поводу, кстати, обмена. Ведь если тот журналист, о котором вы говорите, и они так надеются, там ведь был обыск. Почему, собственно говоря, его обвинили в том, что он работает на Россию, он там как-то неосторожно хранил многие, даже награды, по-моему, российские, что-то в этом роде. Я не о том, что... — А российские награды являются теперь поводом для ареста? — Нет, нет, я думаю, что если бы такие украинские награды были найдены у Сенцова, а я сейчас к тому, что их повернешь, так и выйдет. Любое следствие, что украинское, что российское, главное — дать задачу. Вот вы сейчас... — Еще раз, есть наши разведчики и чужие шпионы. — Вы на чьей стороне? — Я не на чьей стороне. — А вы сверху, мы уже помним. — Да, я сверху. — 8800-200-0907-02. Тимофей Липецк. Тимофей, слушаю вас. Здравствуйте. — Здравствуйте. Ну, вы знаете, вот это у меня суета вокруг этого товарища очень напомнило те далекие года, когда у нас вокруг чеченских отдельных товарищей, которых мы мочили в местах поединения, да, тоже такая же публика суетилась. Вот, и я как бы, меня вот что удивляет, что спокойно на это реагируют вот этих товарищей, которые устраивают всю эту суету, не берут на карандаш, потому что, ну, по факту их деятельность — это поддержка терроризма. То есть человек получил приговор, он признан уже судом террориста, он не находится в подследствии, он уже признанный судом террориста. И при всем при этом они его там поддерживают, пишут письма и так далее. Ну, давайте Басаева бы нам тоже надо было бы поддержать. Такие же тоже у нас персонажи в свое время были. Вот. Как-то меня это вообще удивляет. И спокойно очень реакция нашего общества на этих персоналиях. Спасибо. Конечно, очень расстраивает, что человек с русской фамилией Сенцов устраивает террористы против пустотей. А извините, меня подбывает вас спросить, а почему вы так уверенно говорите? Вы доверяете нашему суду? Басаев, Басаев, я видел, я видел его в эти кинокадры. Он, то, что он террорист, он не скрывал. А в этом случае вы что хотели увидеть? Вы хотели увидеть осуществленный теракт? Нет, я хотел... Нет, я это точно не хочу увидеть. Ну, тогда доверяйте нашему органу. И здесь исключается вероятность, когда дело сфабриковано, и суд принял неправомерное решение. Мы исключаем такую возможность. Суд принял решение. Точка. А теперь я спрашиваю, одна вера к суду. У нас в России как, доверяют судам или нет? По делам о терроризме, думаю, что на 99,9%. Может быть, по каким-то экономическим еще и возникают вопросы. По делам о терроризме нет. Поэтому... Вас легко сделать самого террориста. Это делается раз-два, в общем-то. Вам подкидывают, допустим, домой какой-нибудь интересный сверточек. Потом собираются некие показания. И вы превращаетесь в террориста. А вот ЗБУ даже ничего не подбрасывает. Им это вообще не нужно. Они просто приходят, арестовывают человека и намекают, что его хотят обменять. Это первое. Потом большое спасибо уважаемому радиослушателю, который, в принципе, сделал вам достаточно серьезное замечание. Он сказал, что таких, кто поддерживает терроризм, нужно брать на карандаш. Поэтому вы аккуратней, аккуратней. Я уже во всех блокнотах, не волнуйтесь. Но мы прерываем наши баталии. Я напоминаю, что завтра в гражданской обороне в 5 часов мы продолжим бензинную тему. С вами мы не прощаемся. Встретимся через неделю. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok